привет привет всем наш дорогие зрители подписчики путешественники и туристы мы сейчас будем говорить в этом видео о том а мечте может быть каждой девушки или каждого путешественника это мальдивы наш эксперта алоглыва директор агентства горящих путевок турбар недавно вернулась а тут буквально в понедельник или торник и сейчас расскажет в этом видео что вообще такое мальдивы и как вообще выбрать свой отдых на мальдивских островах привет всем здравствуйте ну начну наверное с того что мальдивы я увидела не так как думала о них до этого да там скажем так одна из стран в которой я ошибалась то есть моими глазами учитывая то что уже много экзотики проехала моими глазами мальдивы это было вот такой себе странный скучный отдых а-ля только романтик и тому подобное а я так представляла что это скучный нет ну правда знаешь мальдивы просто там моими глазами было вот только романтичный отдых вообще никаких друзей никаких семей ничего такого это все вообще неправда знаешь у меня мальдивы я их описала просто одним словом восторг казалось бы я проехала не одну часть света но действительно здесь восторг во многом и об этом я буду много рассказывать сейчас хочу действительно пройтись по каким-то нюансам которым вы должны быть готовы когда едете ну первое наверное чего я начну это понятное дело далекий перелет и то что какой бы алкоголь вы в duty free не купили вам его с собой нельзя нет не провезла да мне студия кстати советовалась не милый хак как это сделать не вообще никак честно вам скажу сколько он стоит и где его брать тоже расскажу дополнительные но в отелях вот это было для меня крутое откровение в отелях тем более если это хорошая пятизвездочная гостиница у вас есть шампанское на завтрак также у вас конечно же есть все в мини баре есть в ресторане тут вопрос денег то есть для меня миф развенчался в том плане что алкоголя на мальдивах есть он и но вернее нету он есть вопрос в цифрах на самом деле о которой мы будем говорить других эфирах это первое второе здесь абсолютно вот девушкам хочу дать такой дельный совет почему он так вот вообще на втором месте не берите с собой каблуки вот в какой бы дорогой отель вы вообще не ехали не берите с собой каблуки потому что вся территория отеля она песчаные дорожки никаких вымощенных там из камушков или никакого асфальта это только песок на каблуках идти неудобно поэтому просто никак третье что вы должны знать на мальдивах некуда выйти потому что есть у меня вопросы по поводу куда ходили никуда потому что отели это отели острова либо на одном острове в лучшем случае несколько отелей поэтому ну вот просто абсолютно никак дальше нужно знать что передвигаться на на территории отелей можно только на велосипедах но понятно есть баги но там реально велосипеды рулят вот куда бы вы просто не поехали если вы живете на водной вилле пожалуйста на территорию отеля у нас допустим вилла была beach villa но вот просто своя парковка с номером виллы 127 свои велосипеды поэтому если вы не умеете ездить или ваша половинка и вы планируете поехать на мальдивы обязательно рекомендую научиться но это касается наверное 95 процентов гостиниц в принципе дальше если 5 какой-то муж 6 пункт если вы собрались на мальдивы обязательно учтите то что очень я буду немножко детальнее рассказывать о трансферах в следующем блоке но трансферы это катер и это гидросамолет и там и там качает поэтому обязательно запаситесь таблетками от укачивания это да что еще вот ты бы спросила скажи пожалуйста да это самое первое что просто спрашивают про алкоголь но вот все-таки действительно нет ли его там насколько это дорого и тому подобное а это было мое откровение потому что да я брала на мальдивы каблуки вот небольшие но брала потому что моими глазами это были дорогие отели они были дорогими которые стоят там полторы тысячи долларов сутки допустим поэтому я не понимала как это вообще во первых отельный отель это отдельный остров да я знаю что на мальдивах и можно спокойно уже ездить отдыхать с детьми это очень да есть отели которые это один остров один отель есть отели которые располагаются на нескольких островах это принципе может переехать на катере как вот понять какой ты нам нужно потому что есть и скучно это или на мальдивах понимаешь но они все скучные тебя удивлю с анимация на мальдивах которых есть все включено даже не только например завтрак обед ужин расскажи вообще про мальдивскую концепцию какие они есть но это точно отдельная тема действительно она есть абсолютно разные и от самых выдержанных кстати один из частых вопросов которые мне почему-то писали видимо на фоне турции на фоне сезона селят ли там двоих мужчин селят есть даже отели причем достаточно дорогие которые вот там я не знаю одни одна пара нетрадиционная поехала 2 и там уже ну достаточно скажем так как говорится знаешь сарафанное радио потому что действительно прям очень бросалась в глаза когда ты идешь по гостинице идут просто пары мужчин причем до забавно не женщин поэтому такое конечно тоже есть по поводу семей ты спрашиваешь действительно есть концепт all inclusive и суть даже не обязательно в инклюзиве просто есть или есть чем заняться на территории отеля помимо отдыха или нет я бы так сказала в любом случае буквально считанные отели которые там предлагают какую-то анимацию в течение дня потому что как правило вот мы жили последним из отелей бандос он работает и там отрока ужина до all inclusive и очень много детей и вот просто это был первый единственный наверное отель из всех что мы посмотрели где увидела очень много детей тем не менее все проводят время на пляже есть детский клуб там никто и абсолютно не сидит ну как бы от слова совсем и есть этот вечером есть уже какие-то там или концерты или еще что то потому что знаешь вот первое самые этом дорогие отели мы проехали все что вечером развлекали это местные танцы под барабаны уже знаешь просто на четвертый день хотелось какой-то нормальной музыки такое тоже существует хотя во многих отелях хотя бы одну вечеринку за неделю за пребывание делают в общем и еще один совет от тебя первое то что ты развенчала между мандивах там допустим скучно может быть также мы даже умудрились устроить девичник но по поводу вот перелета тоже что долго тяжело и я бы наверное хотя бы в двух словах подытожила что это как и любая экзотика да далеко лететь вопрос чем вы летите допустим я летела через стамбул до стамбула два часа там небольшая стыковка и дальше 740 дом али но есть абсолютно другие варианты есть до дохи допустим там чуть меньше пяти и оттуда скулы но столько же то есть я бы просто рекомендовала а вот если вы летите чтобы было легче переносить перелет то однозначно лучше брать вот какие-то такие перелеты или через эмираты или через доху так намного легче по поводу денег тоже на частый вопрос какие брать вообще абсолютно любые евро доллары это ходит ходит абсолютно все но самое важное что хотела донести что компаниями ехать можно наверное отдельный эфир тоже надо сделать по поводу что там все-таки сделать и чем заняться семьями однозначно да вот романтический отдых само собой но это не главное я бы вот такие романтику записала 50 процентов и все остальное можно ехать абсолютно разным набором и вот это вот меня как раз очень сильно удивило а по поводу восторга вот я просто хочу закончить на красивом восторг был как раз во всем знаешь что вот наверное вторая страна которую я увидела где знаешь где вот когда тебе хотят угодить тебя не злит то есть знаешь бывают эти наигранные улыбки в этих дорогих отелях это когда ты чувствуешь не искренность это немного раздражает и понимаю что просто персонал вышкаленный и все а здесь абсолютно все по-другому то есть каждая улыбка она искренняя я сделала вывод что это знаешь не обученная а эта культура улыбки и это абсолютно как бы другое абсолютно по-другому воспринимается говорю восторга цвета воды до сервиса в каких-то мелочах которые стараются дать мальдивца ну что вы пишите комментарии под этим видео мечтаете ли вы поехать на мальдивы в какой отель что вас интересует все вопросы про мальдивы будете пишите а мы будем отвечаете вместе с алла на них обязательно в следующих эфирах а вдруг может быть вы были на мальдива вам не понравилось мы вообще тогда будем разбирать этот случай поэтому пишите комментарии ставьте лайки на конечно же бронируйте отдых своими что